Жёлтенький, а мне летать охота? И тут вдруг в гнездо кто-то подложил меня. Орлиное яйцо. Или тебя. Орлиху. И орлят. Орёл растёт, ходит с ними, клюёт, кусается, проверил все законы, всё понял. И ему настолько, знаете, но сидят курьи вокруг, и они квохчут, несут дальше яйца, им всё нормально. Орёл. Размах крыльев 2,5-3 метра. Он сидит, и все курьи прижались. Что с тобой? Слушай, что-то ты не то делаешь, брат. Он смотрит на них, и они все ходят, клюют. А вот нам наш брат Петух сказал, что так у нас не роблять, и отекрыло не от Бога. А я не знаю, от Бога они есть. Они просто есть, и всё. И я не знаю, что с ними делать. Летать хочется. Мечта укури... Мечта укурей. Выйти хорошо замуж и снести яйцо. И я не хочу. Я не хочу. Я когда смотрю на небо, и я смотрю тех, кто летает там, а мне говорят, не смотри туда, туда далеко. То не твоё. А я смотрю, и я вижу, это моё. Это моё. И я хочу туда. Я не хочу быть в этом курятнике. Я слишком толстый для всех вас. И я, знаете, сидел в своём курятнике, в своей церкви, никто ничего не понимал. Ты говоришь не так. Молишься не так. Всё у тебя какие-то странные прыжки в будущее. Сел на забор, расправил крылья, прыгнул и опять. Пум! Ну, я хоть пытаюсь. А ты что делаешь? Родные! Ты когда-нибудь задумывался, для чего ты рождён на эту землю? Вы понимаете, что в курятнике своя сфера, свои законы, орлы там не выживут. Знаете, что вы там не смогли усидеться? Потому что как только вы подняли голову на небо и сказали, я туда хочу, всем бай-бай. Понимаете, что реальность родные? Реальность. Реальность. И когда Бог начал ко мне говорить о реальности, я сказал Богу, так ты же своей церкви дал власть. Представьте, люди, христиане, Америка была создана глубоко верующими людьми. Кто изучал историю Америки, вы все знаете, я гражданин Америки, я сдавал экзамены, все проходило. История.